Британский парламент после долгих и жарких споров дал согласие на участие королевских ВВС в бомбардировках сирийских позиций организации ГИЛ. Сразу после этого самолеты нанесли первые авиаудары одновременно и в Великобритании, и в других западных странах говорят о необходимости закрыть границу между Сирией и Турцией, чтобы прекратить нелегальные поставки нефти, оружия, то, на что давно обращает внимание Москва. Обо всем по порядку. Андрей Михайлов. Новость о том, что королевские ВВС все-таки будут участвовать в бомбардировке террористов в Сирии, протестующие перед зданием парламента узнали лежа на мостовой. Демонстранты устали ждать. Дебаты длились больше 10 часов. За участие Великобритании в сирийской операции проголосовали 397 парламентариев, 223 против. До сих пор 18 истребителей королевских ВВС наносили удары по позициям террористов, запрещенные во многих странах, в том числе и в России, организации «Исламское государство», только на территории Ирака. Мы уже осуществляем разведывательные полеты над Сирией. Наши самолеты и так пролетают над Сирией с оружием, предназначенным для ударов по Ираку. Так что будет довольно просто дать им дополнительное разрешение на использование этого оружия на сирийской территории после идентификации целей. Спустя всего час после голосования в Лондоне с авиабазой на Кипре в воздух поднялись 4 самолета «Торнадо» и взяли курс на Сирию. Как сказал после этого глава форен-офиса, Британия теперь в безопасности. Впрочем, эта безопасность, по мнению некоторых британских политиков, не может быть обеспечена только бомбардировками. Необходимо лишить самую богатую террористическую организацию доходов. В основном от продажи нефти, которую боевики поставляют на рынок через Турцию. Мы имеем право требовать от Турции, чтобы она закрыла турецко-сирийскую границу. Исламское государство получило миллиарды долларов от перевозки нефти через эту границу. Турция поставляет оружие в обратном направлении и предоставляет свободу передвижения для боевиков. Об этом же накануне в Белграде говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с сербским коллегой Иви Цедачичем, который в данный момент является председателем ОБСЕ. Здесь надо не столько запускать длительную процедуру расследования, сколько сделать очевидное для всех без исключения. Перекрыть турецко-сирийскую границу. По словам Лаврова, для охраны границы могут быть задействованы курдские ополченцы, как сирийской, так и с иракской стороны, а также американский спецназ, который находится в Ираке. Главное, считает Лавров, делать это с согласия сирийского правительства. Необходимую поддержку окажут наши летчики. Российская авиационная группа в Сирии совместно с коалицией, возглавляемой американцами, уверен, может и будет готова оказать поддержку с воздуха, чтобы террористы не вмешались в перекрытие границы для поставок нелегальных нефти и в одну сторону, и вооружений, и боевиков в другую сторону. Доказательства незаконной нефтедобычи и торговли террористов с Турцией предоставили накануне на брифинге в Минобороны России. В присутствии сотен журналистов, в том числе зарубежных, военные раскрыли секретные данные. Результаты разведки, наблюдения со спутников и беспилотников. На торговле нефтью боевики ежегодно зарабатывали 2 миллиарда долларов. Половину доходов благодаря российским бомбардировкам они уже потеряли. Уничтожены 32 нефтеперерабатывающих комплекса, десятки нефтехранилищ и более тысячи автотестеров. Сирийская армия те времена начала новое наступление на позиции террористов. В три городах Олега из шести населенных пунктов выбиты боевики организации Джабхата Нусра в восточных районах города. Уничтожен один из штабов исламского государства. Насколько эффективным будут удары по террористам британской авиации, а также участие Германии, парламент, который как раз сейчас рассматривает вопрос об участии Берлина в сирийской операции, покажет время. Андрей Михайлов, Первый канал.